Лолита Режебаева уже год работает фельдшером в своей родной деревне. Сейчас она трудится в стареньком здравпункте. Избушка, а по-другому здание ФАПа никак не назовешь, уже вся трещит по швам. Медики, конечно, латают ее как могут. В помещениях идеальная чистота. Но разве этого достаточно? Здесь вроде и хорошо, но, конечно, условия не те. Надо, чтобы процедурный, например, был отдельно, перевязочный отдельно. А здесь все в одном кабинете. Как бы прием я здесь веду, здесь ко мне и дети больные приходят, и люди. И, например, прививочки я захотела детям сделать. И потом и человек ко мне пришел тоже, надо какую-то манипуляцию сделать. И все в одном кабинете. С нетерпением Лолита ждет открытие нового фельдшерского пункта. Он строится буквально в нескольких шагах. Модульное здание возвели меньше, чем за месяц. Специальная технология позволяет строить не только быстро, но и качественно. Осталось немного довести воду до конца, подключить отопление, батареи раскидать. По наружной части здания, по фасаду окна доделать и верхнюю часть фасада здания. Ну и где плитку, кафель положить, установить раковину. В подкамне живет больше 200 человек, много ребятишек. Фельдшер с радостью отмечает, в этом году родилось уже трое малышей. Для отдаленной деревни это хороший прирост населения. Так что фельдшерский пункт в подкамне крайне необходим. Это удаленная территория, расстояние вы видите до района больницы большое. А в стандарт оснащения ФАПа входит электрокардиограф, входит лабораторный комплекс. То есть измерение сахара, измерение холестерина, гематологический анализатор. То есть элементарные анализы будут выполняться здесь. Строители обещают сдать объект под ключ в середине лета. А там все зависит от бумажных дел. Как только фельдшерский пункт получит лицензию, сразу же приступит к работе. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС.